здравствуйте друзья сегодня будем подготавливать копчению рыбу которая целилась долго вот таких у нас мы засадим в таких контейнерах она солилась у нас вот дата стоит 18 0 9 2020 мою засаливали засаливали с большим количеством соли грамм 400 500 на килограмм рыбки сейчас она будет ее вымочить мы откроем вот такие контейнеры раньше все это доставилось в бочках когда не было контейнеров пластиковых и пластиковых бочек запах стоит прям соленой рыбы вот она вот такая вот рыбка кита это как сказать долгого хранения мы конечно это все очистим старилась она можно сказать прямо на рыбалке засаливалась раньше когда-то я работал по заготовке рыбы работал в рыболовецкой бригаде на заливе николая охотского моря отец у меня был бригадиром этой бригады и мы засаливали рыбу прям в бочках 300 литров бочка в деревянных сейчас уже деревянных бочках мало кто засаливает в основном все в пластиковом пищевом пластике но раньше засали в деревянных бочках мы прям целую рыбу как целую жабры вытащены кишки вытащены промытая на морской воде было бы промывали ее и в бочке укладывали у нас ледник был лед соли мешали крошку льда с солью и прям забивали полностью внутрь рыбу солью этой смесью с крошкой бочки укладывали и после утрамбовали бочку уложили полностью заливали еще морской водой и бочки закупорили и так в леднике на вас хранилась и но потом она конечно поступала дальше переработку но это вот по тому же принципу только это разделано на половинке без хребтов солилась у нас еще раз напоминает 18 0 9 2020 уже больше двух месяцев сейчас нам надо ее вымочить мы сейчас вот эту всю рыбу переложим в контейнер где будем вымачивать рыбу и зальем холодная прям ледяной водой именно ледяной водой и будем вымачивать соответственно сколько там салила 60 суток соответственно 60 часов на лабу и вымачивать каждые где-то 6 часов я буду менять воду за сутки буду менять 4 раза воду если было по порта очень волку есть возможность при проточной водой вымачивать процесс ускоряется можно сказать в три раза за сутки бы прям постоянно про точно вода была бы она за сутки бы вымочилась вот так как я не был проточной водой целях экономии буду вымачивать по старинке трое суток вот рыбку поместили в контейнер сейчас мы ее промоем все равно на промыть ее перед вымачиванием чтобы смыть это все лишнего тут соль но не уже соли как бы и нет было вот эту всю влагу которая на ней соленую сейчас мы это все смоем и зальем ледяной водой ну так она будет вас вымачиваться течение там так получается 60 суток насолилась соответственно 60 часов двое с половиной суток она будет вымачиваться менять воду каждые шесть часов соответственно когда при замене воды я буду ее так вот переворачивать буду убирать просто раз этого чтоб она равномерно вся вымачивалась ведь у меня и балычки и половинки и тиша вот так вот она будет у нас вымачиваться почти трое суток вымачивать на рыбу прохладном месте в ледяной воде и для того чтобы рыба ну как сказать не затухла ее можем кам у кого какие регионы соответственно где потеплее где-то до минус 10 градусов можно ее на улице прям со шланга вымачивать ничего страшного вот смотрите сутки вымачивалась вода от лед видите сверху на холоде вымачивалась но это ничего страшного сейчас ее в воду уберем вода видите сразу светлее становится после уже трех смены воды чтобы четвертая смена воды вода становится прозрачной соответственно соль уходит это во первом раз заливали вода была мутная вот рыбку вымачили вымачиваю двое с половиной суток я уже воду слил все последнего вот балочки видите укладываю сами половинки сейчас нам надо улучшить вкус соответственно какой у нас самый лучший улучшитель вкуса это сахар берем вот ложка который дырявая и слегка вот так засыпаем сахаром слегка присыпаем усилитель вкуса так сказать укладываем следующий слой шкурой вниз и так присыпаем сахаром и так далее и так всю рыбу и вот так оставляем на 4 часа прохладном месте все улучшитель вкуса будет сейчас работает она даст плотность рыбы сахар даст плотность рыбы хорошую плотность рыбы даст и соответственно улучшить вкус мяса самой рыбки но друзья прошло 4 часа рыбка смотрите стала плотная не такая рыхлая как после вымачивания а плотная действие сахара подействовал можно сказать на нее сейчас прям вот сейчас его можно уже разделывать от костей отделять от шкуры пироги печь и там с маслом делать с луком делать салаты делать все что угодно все рыба готова можно ее кушать но мы будем ее коптить сейчас мы ее отправим швс вялится она при высыхании еще больше цвета наберет будет прям красная ну так рыбка будет вялиться у нас течение 9 часов точнее 12 не 12 11 часов 3 часа она будет вялиться час отдыхать 3 часа вялиться час отдыхать и 3 часа вялиться дальше будем коптить вернее посмотрим на состояние если она все хорошо будет завялено я думаю за девять часов она будет отлично завялено все в швс и и будем коптить уже дальше почему она будет так долго вялиться половинки то завялиться можете за 6 часов но балычки нет они будут сырые еще и на хорошенько тоже проверить так чтобы увялить всем вместе температура вялки 22 25 градусов смотрите рыбка подвязалась вот она совершенно сухая на как и сухая на завялено твердое все вот они балычки вот они половинки а дальше половинки что являлась на 9 часов а точнее 11 там 2 часа отдыха у нее было все сейчас отправляем ее в коптильню и будем коптить все загрузили камеру отправляем коптить коптить было на лихе ну и почти перед каждым копчением проверяю на замкнутость ну и на работу самой электростатики включаем холодное копчение нажимаем на концевой выключатель все работает мы проверяем на замкнутость уже без ниточки включаем холодное копчение все жужжить ровно нигде ничего не замыкает ни снизу на поддом не на шипы выключаем из-за этого холодное копчение а то если будет включено холодное копчение туда рукой залезете вас будет пощипать до тока маленькая все включаем нагрев на 300 до 300 зольник у кого может 350 уже нагрев зольника идет и разжигаем дровишки в течение 15-20 минут как дым пошел обильно переводим на 250 до 270 градусов копчения я именду зольник и все и коптим включаем холодное копчение электростатику ну вот копчение пошло успешно коптила час десять на альхе цвет все лег все легло рыбка красиво и вкусно таким же точно методом можно ну я имею ввиду слогая засолка вымачивание вялка копчение для любой другой крупной рыбы сейчас мы пересим швс буквально часа на три обсушить подвялить еще но и все и рыбка готова так еще часа три обдуем ее она еще цвет наберет на 2-3 тона будет еще красивее ну и попробуем на соль на вкус ну вот мы закончили весь процесс от вымачивания до конечного продукта красивая половинка вот балычок разрежем конечно попробуем глянем на цвет на вкус плавник вот такая вот цвет у нее вот он здесь провялены все отличный прокопченый запах стоит прям копчености на весь дом сейчас на соль попробуем мяско все не вареная меру соленая малосольная ну и балычок вот он балык я попробуем его на соль может должен быть соленее малосольный вкусный балычок вот так можно вымачивать любую рыбу которая долго засоленная была и вот так вот она вымачивается ну и соответственно вялиться коптится всем приятного аппетита и до скорых встреч ну и ну и Продолжение следует...